сегодня у нас мониторинговое такое мероприятие участие российского общества охраны природы это это было нереально этот это вот вся территория наша она пахла туалетом запах сероводорода очень сильный дышать очень тяжело несмотря на то что окна в доме закрыты дом изолирован все равно этот запах проникает соответственно проблема есть это бывает это довольно часто железо бревна доски штыри люди которые приезжают отдохнуть на наш могиле они почему-то считают что заезд машин привезти грязь и не убрать за собой это в порядке допустим они ломают все что только можно здесь надо принимать меры вместе сотрудники полиции что именно приучить людей чтобы не происходило по всей стране начинается купальный сезон и миллионы наших граждан устремляется к водоемам чтобы спрятаться от этой зной на жары и от палящего солнца но мало кто из них представляет какое количество опасности их ожидают на этих водоемах и речь даже не о безопасности на воде тут все понятно следить за детишками не оставлять без присмотра речь идет об опасностях которые не видны нашему глазу сегодня в рамках экрэйда мы посетили два популярных водоема и узнали какие опасности здесь существуют что ожидает местных жителей и самое главное как с этими опасностями и нарушениями бороться смотрите в нашем расследовании проблема есть то что ну вот видим озеро мутное понятно что цвет воды и и мутность прозрачность это никак не говорит о ее чистоте бывает обратно но здесь поверьте мне что это говорит потому что вызов не был таким мутом это донное отложение да здесь есть пропелевые грязи полезно сейчас помимо этих грязей сопропелевых интерес еще больше именно тех которые не полезны они забивают эти самые источники рыба постоянно гибнет происходит выбросы то есть там чаще всего это весной приходишь видишь летают чайки запах серого водорода понимают что это происходит это произошел выброс рыба погибла дальше она лежит тухнет опять же никто ее не убирает до вот этой жары десятого года значительно чище была вода намного прозрачность была выше запаха не было там было после десятого года озеро мелкое видимо стало цвести скорее всего нужно серьезные исследования и скорее всего по очистке какие-то мероприятия потому что существует у нас механическая очистка до варианты то есть лишняя растительность возможно убрать да и аэрация как уже говорили это повысит во первых скорость разлагания органических останков а также для рыбы это большим плюсом потому что море действительно существует я это лично наблюдала еще раньше кстати говоря были они может быть скоро есть трубы под водой которые как раз давали давали воздух где-то там честно я даже не знаю не рассказывают по-моему на западной берегу как раз вот это были этого достаточного меня был достаточно она не требует больших ему рыбаки свое делают до этого принципе более-менее но тут надо вот еще не хватает вот этого бдительные местные жители нашли такое чудесное природное явление как гейзер но только по факту никакого чуда здесь нету черная жидкость полная смрада грязи и неприятного запаха выбивается прямо из-под земли в определенное время коммунальщики нам сообщили давно еще мы делали ну карту проблемное место городскую его ним нам указали что есть вот очень катастрофа так сказать природная просто этот ручей он впадает наш городской пруд и там все купаются с детьми и соответственно никто даже не знал но вот этой проблеме уже как выяснилось несколько лет мне вот интересно бы как бы эти люди заходили бы в воду если бы видели откуда это все начинается и какие нечистоты сюда сбрасываются соответственно вот то что мы видели вот эти сливы из ручья они по ручью плавно перетекают вот сюда к нам в каменский пруд и плывут дальше а у нас тут вот детишки ребятки купаются кому-то вода в рот попала а что там внутри какие бактерии какие инфекции мы с вами можем только гадать а самое ужасное то что вот это вот все это канализация которая скорее всего вот прям напротив нас кризис канализационный коллектор это из больницы соответственно это нечистоты которые ну так вырастут от не совсем здоровых людей какие там могут быть инфекции кишечные палочки как это все на жаре может в воде во что перерасти это очень большая большой вопрос у нас система канализационная выходит централизованно поэтому это не наш дальше то что там вот с трубы выходит что сама вода это леневки которые там вот после дождя собирается потом когда чистят систему промывают там самого вот у нас здесь за оградой вот они сбрасывают туда воду но она только может быть ржавая там вот она здесь явно не ржавая здесь сто процентов хозбит причем с ярко выраженным запахом это надо смотреть вот за мостом вот это частный сектор это искать организацию которые в чем ведение это канализационная насосная станция она городская она как бы в частной владении в какой-то отдана выходить на них чтобы они поменяли трубки там вообще все это генетично она выходила в городскую канализацию но это с вас токи идут или откуда не сейчас не сектор не все михалыч это мне кажется вот водозаборный озер то что вы показываете это явно не частный дом да 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 все речь мы просто отметаем все версии то есть больницу отмели частный сектор отмели остается вариант с тем что это какая-то труба идет городской это доступ может быть надо поднимать источник значит давайте тогда обращение к нам делайте и мы сейчас официально будем писать заявку на то что провели экспертизу точно надо разбираться тогда все мы все прикладываем всегда к обращению фото и видео и геолокацию все на свете и и в росприроднадзор написать сначала начнем с нашей экологии с нашей экологии напишем всем письма и будем ждать какие-то реакции будем тормошить сейчас купальный сезон в самом разгаре все это на каменске идет конечно безобразие